Приветствую вас, и нет, на самом деле, далеко не любой человек подходит кому-либо, далеко не любой, и не каждый, ибо если раздражения не будет, то по сути дел, по сути дел, необязательно, что будет что-то ещё, то это необязательно будет какое-то, знаете, положительное, ну, положительное какое-то чувство, совсем необязательно, что оно будет иметь место быть, вот, поэтому тот факт, что у вас не будет раздражения ещё не говорит о том, что вам человек подойдёт. Помимо этого, помимо того, что, ну, вот, помимо того, что нет раздражения, да, то есть, ну, человек не вызывает негативных эмоций, помимо этого, ещё должно быть всё-таки, должно быть такое чувство, как симпатия, да, и так далее, если симпатии нет, то даже если не будет раздражения, то, соответственно, всё равно вам человек не пройдёт, потому что ведь у вас, у вас ведь есть особенности какие-то, у вас есть индивидуальные черты, у вас есть свои, так скажем, ну, предпочтения во всех сферах, и далеко не у каждого человека эти предпочтения совпадают и могут совпадать, вот. Поэтому нет, нет, не любой человек подходит, и подходящий человек не определяется отсутствием раздражения, не только негатива, да, но и отсутствием каких-либо ожиданий к человеку и наличием симпатии и положительных эмоций, вот. Вот именно, именно это и определяется, значит, положительный человек, то есть подходящий, подходящий человек. Если говорить о таких вещах, как раздражение, да, если вас раздражает человек, то раздражение далеко не всегда свидетельствует о том, что у вас есть какой-то механизм защиты, да, смещение, запрет и так далее, далеко не обязательно это раздражение может возникать в том числе и из-за того, что нарушены ваши личные границы. То есть человек может вести себя откровенно негативно по отношению к вам, да, откровенно негативно может вести себя человек. И в этом случае вы будете испытывать раздражение, потому что человек ведет себя откровенно плохо. И в этом случае можно говорить о том, что вы просто-напросто не умеете выстраивать свои личные границы. К сожалению, вот. Ну, понимаете, да, то есть какие бы у вас, какие бы у вас не были, значит, здоровые отношения, здоровое восприятие себя, каким бы ни было оно, все равно, если кто-то будет вести себя негативно по отношению к вам, то вряд ли вы будете чувствовать себя хорошо и, скорее всего, раздражение вам будет обеспечено. То есть раздражение это сигнал, это сигнал, это просто сигнал вашего подсознания о том, что что-то не так. Что не так, нарушены ли личные границы, или имеет место быть психологическая защита, или что-то еще, это уже нужно разбираться, вот. Но само по себе раздражение далеко не всегда означает тот факт, что вам нужно прорабатывать свою проблему. Ну и понятно, что раздражительность возникает по разным причинам, то есть у нее разные причины, она сама разная, раздражительность. И соответственно, если вы заинтересованы в том, чтобы избавиться от нее, от раздражительности, да? Вот, если вы заинтересованы в том, чтобы, ну, либо быть человеком, либо что-то еще, вот, то нужно разобраться откуда она, просто с чем она связана, раздражительность. Понимаете? Вот. Ну и тот факт, что вы знаете о таком механизме защиты, как проекция, да? Ну, к сожалению, далеко не всегда опять же можете что-то знать, понимаете? То есть вы знаете о механизме проекции, как о таковом, да? Ну как это вам помогает? Отслеживаете ли вы это? Умеете ли вы отслеживать это? Понимаете? Вот это уже вопрос, связанный с наличием у вас паузы свободы или с наличием у вас развитого внимания. Вот. И, конечно, данный аспект можно усилить, можно, ну, значит, подчинить себе, сделав его подконтрольным вам. Вот. С другой стороны, может быть, вы имели в виду, то есть что вы имели в виду, говоря, например, о том, что любой человек подходит. Что вы, и что вы именно имели в виду? Если вы хотите сказать, что с любым человеком можно общаться, например, или успешно взаимодействовать, нет, не так. Потому что, ну, если у вас достаточно, скажем так, зрелая позиция жизненная, да, и вы можете, например, пожертвовать своим уважением ради доверия к человеку, да, то есть вы пожертвуете немного самоуважением и его уважением к себе ради того, чтобы потом в будущем обрести больше уважения, опять же, к себе. Это одно, это хорошо. Но бывают такие люди, которые просто не умеют общаться уважительно. Бывают такие люди, которые просто ведут себя пахамской силой воспитания, и в этом случае вряд ли можно говорить о том, что подобные субъекты подходят. Подходят, например, вам, или подходят кому-либо еще, даже если, а раздражать они вас не будут, даже если. Вы все равно понимаете, что они не подходят вам. Ну, и, наконец, последнее, да, для подходящих, у подходящих людей должны быть свои критерии, я считаю. То есть если вы ищете себе подходящего человека, то нужны, 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 нужны критерии, нужны критерии подходящих, так скажем. Ну, это тоже, опять же, отдельная тема для разговора, то есть критерии подходящих, они вытекают из того, для чего вам человек нужен, какие у вас ценности и так далее. Какие у вас взгляды, социальные, семейные, культурные ценности и так далее, и тому подобное. Вот, вот все эти вещи, все эти вещи нужно в обязательном порядке разбирать, и тогда, тогда, соответственно, вас будут закружать только подходящие люди. Я рисую предположить, что свой вопрос вы задаете не случайно, да, а связано это с тем, что вам сложно, может быть, найти себе подходящего человека, я не знаю, кого, девочку или друга, вот. Но, тем не менее, тем не менее, поэтому, если вы не можете найти себе партнера для любых отношений, то на что, в первую очередь, стоит обратить внимание, обратить внимание, это даже не на то, почему вы не можете, да, почему вы не можете, ну, вот, встретить того партнера, который нужен вам. Даже не на это стоит обращать внимание, а обратить внимание стоит на свои критерии, на свои требования к партнеру, да, вот, и так далее. Вот это, на мой взгляд, является самым главным, вот. Ну, и, соответственно, я не рекомендую вам увлекаться психологическими моментами, да, потому что, потому что, это исключительно для профессионалов, вот, и вам, особенно, если имеют место быть какие-то проблемы, да, то я не рекомендую заниматься самолечением, да, и пытаться что-то сделать с собой. Я понимаю, что у вас может не быть денег на консультации психолога, я понимаю, вот, но, пожалуйста, не вредите себе хотя бы, вот. Эти знания вам ничего хорошего не принесут. На этом всё, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего доброго и удачи.